Когда, Сергей Евгеньевич, вы сказали, что будем рассматривать постановление по Сирии, надо было добавить, что это инициатива фракции ЛДПР. Мы единственные обратились с требованием, чтобы Комитет по природным делам этим вопросом занялся. Своё не стали готовить, бесполезно, большинство не проголосует, поэтому здесь нам не надо скрывать, так сказать, инициативы фракции, чтобы это тоже звучало. Всё, сказал Геннадий Андреевич, можно было бы согласиться, но нужно сказать это всё наоборот. То, что сегодня нас не уважают, это потому, что нас боялись 73 года, ибо у нас все были планы начать Третью мировую войну. Мы выднули все танки в Европу, стояли сотни тысяч танков, миллионная армия, и все ракеты были нацелены на столицы Европы. Мы же их напугали, и действительно была очень мощная страна. Так это и плохо, вы понимаете? Пугать мир нельзя. Испуганный мир сегодня нам сопротивляется. Им не Сирия нужна. Им нужно, чтобы у нас не было союзников на Ближнем Востоке. А нам зачем там союзники были нужны? Мы зачем Израиль создали? И весь арабский и мусульманский мир настроили против себя. Нам что это, чесалось у кого-то? Зачем создавать Израиль? Никто не создавал. Это мы создали. Потом мы запретили евреям выезжать. То в одну сторону, то в другую. Стоим и крайности. То открываем светофор, то закрываем. И то арабов изозлили, то евреев изозлили. Давайте их оставим в покое. Нам наплевать и на евреев, и на арабов во всём мире. И на мусульманский. О своей стране не хотим думать. Надо было в Средней Азии заниматься. Там прекрасные были возможности, что надо там остаться. Нас оттуда никто не выгонял. Что вы вспоминаете, что нас не принял американский парламентарий, так сказать? Зато там был посол в своё время. Лукин. От Яблока, так сказать. Вот они созлили такую внешнюю политику, что нас ни за что не принимают. Мы зачем влезли в Корею? Если бы Корея была как Тайвань. Что, Тайвань угрозу кому-то представляет? Намного лучше, чем Китай. Там никого не вешают, не расстреливают. Как в континентальном Китае. Поэтому мы сами разозлили. Нам неприятно, что они везде влезают, американцы. А что мы делали? Мы тут же в Корею влезли, во Вьетнам влезли, Никарагуа, во всю Африку, Восточную Европу. И танки везде. Я приветствовал ввод советских танков в фрагу. Но тогда сохраняйте в Москве режим. Что вы в танки в фрагу вводите, а здесь Горбачёв в Ельцину сдает власть. Что вы издеваетесь над целыми поколениями? Никакой стратегической концепции не было у страны. И правильно вы говорите, сегодня нету. И сегодня нету. Потому что всё, что происходит в парламенте, страна не знает этого. Что у нас в комитет парламентационной политики? Он зачем нужен такой комитет? Он что сделал за этот год, полтора? Он как-то влияет на политику информации и прессы? И кому отдали партии, которая идёт на болотную? Ну и кто это делает? Это вы делаете. Сами делаете. И самое главное, ладно, бьют по ЛДПР, коммунисты справедливые. Ну и по вам же бьют Единая Россия. Потихонечку, потихонечку готовят замену. Вы-то что терпите это? Вы что думаете, сейчас победу вы объявляете во всех регионах? Нет? Вы спускаетесь к цифре 40, о которой я говорил с этой трибуны 10 лет назад. Давайте примем закон, что ни одна партия не может получить больше 40%. Пошла бы демократия в коалиции. Раз ни одна партия не может получить, значит нужна коалиция. 2-3 партии имеют большинство в парламенте, 2-3 партии в оппозиции к этому большинству. Правительство коалиционное от имени этих партий. И чтобы мы что-то решали. Ведь даже мы виноваты с вами, если народ ничего не слышит. А он хочет слышать, к сожалению, наш народ любит войну. Эта история сложилась такая. Мы из тысячи лет 700 воевали. А когда не воевали, мы раны зализывали и лечили наших солдат и казаков. Нормальной обстановки не было никогда. Поэтому нас и боятся везде. Потому что мы в осажденном лагере, так сказать. Мы то крутой советский режим, то безразмерную демократию. Люди не понимают вообще. Поэтому эти крайности надо избегать. И поменьше помогать кому-либо. Поменьше. Ведь почему они зацепились за арабские режимы Саддам Хусейн, Каддафь и сейчас Ассов? Те пошли по советскому пути. Одна партия, мощная разведка. И готовы уже выбросить красные знамена. Им, конечно, это не понравится. Мы зачем это создавали, такую ситуацию? Они же с нас брали пример. Сидел король в Ираке, и пусть бы сидел. И в Ливии, и так далее. Не надо влезать туда, куда не надо. Пусть бы сейчас они там захлебнулись все. Европа. С арабами и с евреями. Без нас. Что бы они сейчас делали? У них было бы сплошной, так сказать, бардак. Потому что только мы там наводили порядок. Но этим порядком теперь они пользуются. То же самое Восточная Европа. Голодная была, раздетая, разутая. Мы ее одели, накормили, дали ей технику и послали в Брюссель. Идите, ребята, обслуживайте Западную Европу. А к нам натовские войска подойдут прям пять минут подлета до Петербурга и до Москвы. Средняя Азия мешала вам, что ли? Вы их выкинули и бросили их под Талибан, под Аль-Каиду и под все эти радикальные движения. Они не просили. Они свыклись. Им нравилось. Русские инженеры. А у них овцы пасутся. Они нам мясо. Мы им металл, замки, обмен. Они нам арбузы. Мы им там какие-то изделия. Им нравится. Их климат позволяет выращивать то, что мы не можем выращивать. Но у них не было металлургических заводов. У них стояли заводы. Все, был нормальный обмен. Но надо же с красными саблями прискакать туда. Русских казаков выгнать. Всех русских чиновников выгнать. И обратиться к пролетариату Средней Азии. Он сейчас господствует, пролетариат Средней Азии. Поэтому идеологические установки невозможны. Классовый подход невозможен. Это были все ошибки советского периода. Это же надо начинать с этого момента. С 17-го года. Да, далеко было. Но продолжается сегодня. Сегодня продолжается эта линия, которая была тогда. И в этом смысле это ошибки есть. Как и последние выборы. Никакой Навальный не Ельцин. Блогер-бомж. Через пять минут посадят. И все забудут его, как забыли Ходорковского. И Путин не Ельцин. Но эти игры нас с вами, естественно, оскорбляют. Парламентская оппозиция понесла поражение. Какое поражение? Мы получили голоса наших сторонников. И никакого поражения ни у кого нету. И голоса должны меняться. Больше, меньше, в разных регионах. Мы в Тамбове получили 116 депутатов МСУ. В 10 раз больше, чем когда бы не было. Что это? Разве это не победа? В Ростовской области мы не признаем выборы. Это коррупционный юг. Всегда там мухляж. Мухляж идет. Чуп ушел, пришел другой губернатор. Что толку, что пришел Голубев губернатор? Он же пришел с Московской области. Самой пораженной коррупцией и преступными элементами. И что сейчас в Ростовской области? Опустили нас специально. И пропустили нужды, кто заплатил. Потому что жена мэра Ростова сидела около меня. А я ей делал замечания. Делал ей замечания. По телефону своим бизнесом занималась. Прямо из зала заседания. И муж, естественно, мстит теперь. Являюсь элитой Ростовской области. Поэтому не Навальный выходит на улицу. А кадровая политика, которая продолжается сегодня у нас. Когда сидят по 20 лет губернаторы. Чего Тулеев сидит столько времени? Он же голосует как на Северном Кавказе. На Северном Кавказе стало стыдно, уже пошло вниз. А самый большой, оказывается, Кузбасс. Весь Кузбасс за власть. Они здесь сидели, касками стучали 20 лет назад. А теперь вдруг они за. Лежат трупы еще до сих пор. Плавают в шахтах Кузбасса. И вдруг они за власть. Кто поверит? Нашего кандидата избили женщину. Кто-нибудь поднял голос протеста? Эти правозащитники все. Избили женщину, отвезли в Фромзон. Это сегодня происходит. Никакого ельцена нет уже. И никто слова не сказал. Ни один канал не защитил. Ну, это же все сегодня. Белгород тоже. Да, успехи есть, но уже сидит там уже столько времени. Но устала страна от него. И таких губернаторов 20 еще наберется. Или 10. Ишаев, я говорил с этой трибуны, уберите. Он ничего не сможет сделать. Прислушались голосу парламентской партии. Сейчас убрали. Я просил Николаева не избирать мэра Младивостока. Единая Россия. Нет, он наш. Он ваш в тюрьму. Вы его сами в тюрьму посадили. Это прислушиваться к тому, что говорят остальные партии. Мы же не будем плохого желать стране. Посмотрите списки гражданской платформы. Один криминал. Все, что Единая Россия выкинула и другие партии, Прохоров подобрал. Потому что не умеет делать. Справедливая Россия. Сплошной криминал. Списки самые грязные. У коммунистов на родине Ленина Ульяновск второй человек в списке шел. Криминал. Вы можете даже не знать этого. Вы не виноваты. Потому что вам специально это подсовывают. Чтобы дискретировать партии. Вот вы и не знали, а мы-то скажем о вас. Какой у вас человек в списке. Мы зачистили свои списки. Всех убрали. Так суд в Бурятии восстанавливает бандитов. Это что такое вообще? Это судебная система. Парламентская партия хуже своих людей знает. Мы убираем их из списка. Исключаем. Сразу добавьте мне. Как Зюганова. Может быть еще больше. Ну добавьте полминуты. Добавьте. Ну добавьте. Надо было стоять с ним. Он час вступает. Я час. И до упора. До инсульта. До инфаркта. Вот было бы событие. Вся бы пресса писала. Скорые помощи увозят. Увезли Зюганова. Увезли Жириновского. И забыли про Навального. А если пять минут дали пощебетать. И ничего не выйдет час. Вот что вы сейчас говорите. Пресса ничего не скажет. Абсолютно. Сегодня открылась сессия. И мы стоим. Никто рот не открывает. На всех лица смурные. Я один радовался. Когда исполнялся гимн России. Потому что я ищу Россию. Спасибо, Владимир Владимирович. Два выступления.